Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Накопилось некоторое количество вопросов по поводу беременности. Конечно, всю большую эту тему я не освещу, но помните, я врач-кушер-гинеколог Бахтина Елена, и я очень люблю эту тему, и длительный промежуток времени я занималась только тем, что готовила семейные пары к беременности и к благополучным родам, и к рождению здорового ребеночка. Поэтому это моя самая любимая тема. Какие вопросы я сегодня хотела бы осветить? Вопросы не совсем нормы. Девочки вступают в беременность, и начинается токсикоз первой половины беременности, точнее, первого триместра беременности или первой половины беременности. Что это такое? Это тошнота, рвота, это просто невозможно ничего есть, питательные вещества не поступают, не усваиваются, девочка истощается и обезвоживается. Господа, ну вообще к беременности нужно готовиться. Даже если готовиться к беременности, можно попасть в этот токсикоз. Я точно помню, что у меня он был очень интересный. Я могла целый день есть что угодно, но ровно в 18.00 мой организм начинал выворачиваться наизнанку. Это была рвота, которую вообще невозможно было остановить. Она длилась где-то час, вот эти позывы, даже если на голодный желудок, а потом все нормализовывалось. Давайте разберемся, что мы можем делать в этом случае. Ну, во-первых, обязательно соблюдать водный режим. В том объеме, в котором вы можете пить. Пить нужно маленькими глоточками. Надо заставлять себя пить, потому что если вы не заставите себя пить, вас начнут капать внутривенно. Я видела несколько беременностей, которые пришлось прервать по медицинским показаниям, потому что это была неукротимая рвота, и это было обезвоживание организма, и вопрос стоял о сохранении жизни самой женщины. Поэтому прерывали беременность по медицинским показаниям. Более легкие случаи – это мы занимаемся выпаиванием. Но так как женщина теряет электролиты, ей нужно поставить электролиты на место. Знаете, что я стараюсь все вопросы решать с помощью продуктов NSP, поэтому я использую легкий раствор морской соли. Это Solstic Revive. Вы можете его использовать или самостоятельно делать легкий раствор морской соли. Это будет все равно, что изотонический натрия, хлорид, который капает внутри вены. Берете одну чайную ложку морской соли без горки в 4 литра воды, и оттуда из этих 4 литров воды берете пол-литра или литр. В общем, сколько вы вырвали, столько же нужно дать себе этой жидкости, плюс где-то 30%. Попивать нужно очень маленькими глоточками, потому что если вы будете пить стаканами, вы стакан сразу же и отдадите назад. И знаете, девочки, это пройдет. У всех проходило, и у вас пройдет. Почему этот токсикоз возникает? Ну потому что вы носите наполовину генетически чужеродный материал, наполовину чужие белки. И ваша иммунная система специально пошла вниз в пике, для того, чтобы выносить этого ребенка. И пока происходит перестройка, возникают вот такие нарушения. Но токсикоз первой половины беременности, он отдыхает по сравнению с гистозом второй половины беременности. Это по-настоящему страшное состояние, от которого не доносили беременность огромное количество женщин. Что это такое? Старое название этого состояния не гистоз. Гистоз никому не понятен. Что такое гистоз? Объясните, от какого слова произошло. А вот токсикоз, старое понятие, оно очень верное. Представьте себе, вы носите в своем организме ребенка, наполовину генетически нисходного с вашими белками, и этот ребеночек, этот плод писает и какает ваши внутренние следы. И он все обменные процессы, он растет, его клеточная масса увеличивается. Все обменные процессы проходят через вас. И, соответственно, возникают определенные изменения в организме женщины. И это называется интоксикация. Вот поэтому токсикоз – это абсолютно правильное старое название, которое просто отражает реальности происходящих процессов. Беременная матка увеличивается на 40 раз больше, чем небеременная матка. Она сдавливает петли кишечника, она прям этот кишечник отодвигает и придавливает к стенкам брюшной полости, выполняя практически всю брюшную полость. Мы же видим, что женщина беременная, то есть ее матка вышла за пределы прям брюшной полости, и кишечник начинает какать очень редко. Раз в два дня, раз в три дня, и это стимулирует дополнительно вот эту самую интоксикацию. Поэтому беременная женщина должна следить, чтобы какашки были регулярны. Что из таких средств, которые никогда вам не навредят, можно использовать во время беременности? Так как я очень хорошо знаю ассортимент NSP и использую ассортимент NSP, это американский товаропроизводитель, или с ним очень сложно конкурировать по качеству, невозможно. То там есть каскара, которая показана при беременности, и которую вы можете использовать без всякой опаски. Потому что что делает каскара или кара жестера? Привлекает на себя воду в просвет кишечника. Соответственно, содержимое кишечника становится более обильным и более жидким, и даже по вот такому сдавленному кишечнику легче отдавать уже экскременты эти, и, ну, в общем, у вас разрешится понос. Всю беременность нельзя сидеть на каскаре, но вы получили результат и убрали каскару. Что еще нам нужно в плане кишечника для того, чтобы хорошо выносить беременность? Чтобы создать, если ее не было, нормальную микрофлору в просвете толстой кишки и наградить этой нормальной микрофлорой своего ребеночка, когда он будет рождаться через естественные родовые пути. Для этого вам нужен пребиотик и пробиотик. Пребиотик – это полезное, это нерасщепляемое нами грубое пищевое волокно, которое рассматривается нашими полезными бактериями, как грядка, на которой они могут расти. Это очень круто. В моем случае это локло. Локло показано в течение всей беременности. Локло. Вот вы день прожили, одну чайную или одну десертную ложку локло размешали в водичке и выпили на ночь. Что сделает локло? Причешет все ворсиночки тонкого кишечника, уберет намотки недопереваренных фрагментов, слизь уберет, соберет на себя соли тяжелых металлов, родинуклеиды, разбухнет за счет ваших избыточных жидкостей в просвете кишечника. И еще помассажирует толстый кишечник, накормит нормальную микрофлору, смотрите сколько всего, и выведет это все с какашками. Но если вы к локло добавите одну капсулку правильной флоры, бифидофилус флорофорс, там очень интересное сочетание лакто и бифидобактерий, то, соответственно, вы еще и будете насаждать нормальную микрофлору в кишечник, достанется влагалищу, через влагалище будет плод рождаться, в вашей коже, потому что сейчас сразу ребеночек родился, положили на пузик к маме. Главное, чтобы на коже было правильное сочетание бактерий и в вашей ротоглотке. И тогда вы будете 100% уверены, когда ваш ребенок родится, он получит сразу нормальное обсеменение вашими материнскими микробами, а потом уже сформируется его микробное обсеменение. Это мы по кишечнику поговорили. Давайте немножечко поговорим о печени. Все процессы интоксикации связаны с тем, что печень вообще не справляется. А печень не справляется, потому что кишечник отступил, что у него проблема. Это раз. Во-вторых, очень большое количество токсинов прямо в кровь выходит от растущего плода. Потому что плацента – это для плода и ресторан, и туалет. И все это проходит через печень. А у беременных во втором триместре беременности грандиозное падение уровня гемоглобина. Но еще более серьезное – это падение количества ферритина. Проверьте свой ферритин. И не вступайте в беременность на низком уровне ферритина. Пусть он будет 30, пусть он будет 50, но не меньше. Почему? Потому что если нет запасов по железу, печень в нокауте, у нее… За счет чего она работает? Она работает за счет того, что там системы… Ой, прошел катер, посмотрите на это. Очень красиво. За счет чего работает печень? Там есть системы цитохромы. Это 500 видов различных ферментов. Все они железозависимые. И если в организме беременной женщины упал ферритин, то, слушайте, но печень говорит, извините, ребята, я не могу, и вырубается из процесса. И тогда все токсины достаются уже крови. Почему беременная сонливая? Почему она хочет вечно отдохнуть? Почему у нее нет сил? Почему она тупит, извините? Вот это вот проявление того, что очень много токсинов. Но первое, скорее всего, вы увидите проявление на коже. Это некоторые отеки на коже или пастозность. Знаете, когда надавливаешь на ножку в области больше берцовой кости, там остается такая… Доктор всегда проверяет, остается такая вмятина. Это пастозность или скрытые отеки, или откровенные отеки. И это не просто отеки, которые, кстати говоря, медицина лечит очень глубо. Глупо мочегонными средствами. Ребят, ну если отеки, значит, что-то не так в организме. Зачем давать мочегонные? Но эти отеки и в плаценте, значит, у ребенка будет меньше получать питательных веществ. И это не шуточки. Это не шуточки. За вот такими отеками, в результате вот этой интоксикации возникающей, может развиваться высокое артериальное давление. И вот это уже абсолютно страшно. Почему высокое артериальное давление? Огромное количество токсинов, которые раньше выводились с кишечником, с печенью. А вот сейчас они в кровотоке. И включаются почки. И почки включаются, если бы у них было обычное количество токсинов, они бы вот с такой скоростью и давлением 120 и 60 их фильтровали. Но на них свалилось на 50% больше токсинов и с каждым днем все больше и больше. И они вынуждены фильтровать это намного быстрее, чтобы человек не погиб от интоксикации. Для этого поднимается артериальное давление. Для этого. И совершенно глупо лечить это высокое артериальное давление просто гипотензивными препаратами. Но иногда надо, потому что страшно, что порвется сосуд какой-нибудь в башке и будет инсульт. Понимаете? Можно получить при гистозе второй половины беременности, можно получить при эклампсии, высокое давление, заложенность носа и неврологическую симптоматику. И эклампсию. Эклампсия — это судороги. Я никогда в жизни не видела эклампсию. И слава Богу, что я акушер-гинеколог и ни разу в жизни не видела эклампсию. Это значит, что мы правильно ввели этих беременных и вовремя родоразрешали, прежде чем получить катастрофу по здоровью, которую никак уже исправить, скорее всего, нельзя. Поэтому, что мы можем делать для крови? Если для печени и для крови, для кишечника вы поняли, что для печени нужно делать. Вы можете принимать гепатопротекторы. Беременность — это не значит, что вы вообще должны ничего не принимать. Пусть природа справляется. Да не справляется она. Дайте себе гепатопротектор. Какой это гепатопротектор? Но самый крутой, наверное, лецитин. Это фосфолипиды. Это то, что поможет вам сформировать свою печень, сформировать ребенку его печень, плоду. То, что формирует центральную нервную систему вашего малыша. То, что формирует вашу центральную нервную систему. И это на самом деле выстилка легких. Сурфактантная система, система сурфактантов, благодаря чему ваш ребеночек сделает первый вдох, у него раскроются легкие, и они уже не спадутся. Потому что каждая альвилка изнутри вымазана, выслана вот этими фосфолипидами. И это и есть система сурфактантов. Одна проблема. Сурфактант закладывается ближе к концу беременности. Два последних месяца беременности. Используйте, создайте. Ну, нельзя запас создать. Ну, просто пусть будет столько, сколько вы можете потратить на свое строительство и на строительство тканей плода. Плоду очень много фосфолипидов надо. Нереально много. Потому что ни из чего создается что-то. Маленькая клеточка поделилась, дала две маленькие клеточки. И потом эти клеточки растут. Это чудо. Это чудо. Из двух клеток вы получите кабасика, который весит 3,5-4 килограмма. Понимаете? А потом еще и вырастет. И в год уже начнет говорить мама и папа. Это просто чудо. Кормите. Поэтому гепатопротектор обязателен. Я еще люблю лифгард. Лифгард это мощнейший защитник для печени, построенный на молочном чертополохе. И последнее. Что мы можем сделать для кровушки? Во-первых, надо пить водичку. Я уже вас убедила, что нужно пить водичку. Но эту водичку можно сделать такой, чтобы она еще выводила токсины. Это вода с хлорофилом. Я ее очень люблю. Кстати, в первом триместре беременности вода с хлорофилом останавливает иногда рвоту беременных. А во втором, третьем триместре помогает профилактировать. В третьем триместре помогает убрать, профилактировать и убрать проявление гистоза второй половины беременности. Потому что хлорофил как белок связывает, хилатирует токсины и выводит их через почки. Помогает почкам работать. Нужно ли использовать витамины во время беременности? Господа, у нас не пушкинские времена. Луковка, которая сидит в нашей почве, уже почти ничего не содержит. Молоко, которое дает корова, которая стоит в стойлах, ее кормят комбикормами, уже почти ничего не содержит из витаминов. Поэтому, слушайте, будьте хорошими мамочками. Дайте поливитаминный, полиминеральный продукт. Я нехорошо отношусь ко всем подряд биологически активным комплексам, но я могу точно сказать, что производство НСП – это натуральные источники. Например, откуда там витамины группы В? Берутся бактерии, которые их кормят определенным образом, а метаболиты этих бактерий содержат большое количество витаминов группы В. И вот эти витамины извлекают и бережно, не превышая и не занижая дозировку, это тоже очень важно, кладут в наш суперкомплекс. Во время беременности первый триместр суперкомплекс по одной-два раза, а все остальные триместры суперкомплекс по одной-три раза, потому что вы очень много отдаете. И совсем последнее, если вы хотите остаться при своих зубах, ногтях и волосах, знайте, что вы во время беременности, во время кормления грудью будете терять большое количество кальция и магния из своей костной ткани. Кальций магний хилат по две-два раза используйте всю беременность, и вы не потеряете ни зуб, ни внешний вид, и будете выглядеть еще краше, чем до беременности. Я желаю вам отлично провести эту беременность, чтобы вам понравилось родить здорового ребенка, и приходите еще за беременностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!